Привет, дорогие сплетники! Это я, папочка всех сплетников, Пантон Эс, и сегодня у нас просто жирнючие сплетни с целой кучей доказательств. Поговорим, конечно, про зависимость Павла Воли, поговорим про то, как Рита Дакода сделала себя официально клоуном, поговорим про запрет Дня Святого Валентина в Российской Федерации, поговорим про восхитительный сериал Гризельда на Netflix, и поговорим про столько всего интересного, что точно не пожалеете. Поэтому берите свою кружку от Балинсяга, наливайте в нее до края в кофе, нам больше всего не обсудить. Помните, в нашем вчерашнем видео, вы, например, по этой ссылочке можете пройти и посмотреть, мы говорили о том, как Рита Дакод, ну извините, ребята, я не могу сдерживать просто гомерический смех, она, значит, заявила, что ее пригласил Стивен Тайлер домой в гости, чтобы она смотрела телевизор, и, значит, вместе с ним она там смеялась, хохотала, цитата. Нас приглашает 4 февраля на ковровую дорожку Грэмми, а еще на выбор в другое место в это же время, в гости к Стивену Тайлеру из Iris Me, где он накрывает столы для друзей-музыкантов и все вместе смотрит Грэмми по телеку, выбирает. Значит, она заявила, что вместо того, чтобы пойти на красную дорожку, на которую никто никогда не приглашал, она лучше пойдет в гости к Стивену Тайлеру и будет с ней вместе сидеть, там чипсики кушать и пивко пить. Класс! В моем вчерашнем видео я задался вопросом, а насколько это вообще реально, или это же ситуация, как Бонни пролазит на красной дорожке в Канне, да? Ну какой Стивен Тайлер и Рита Дакота? Ребят, давайте назвать вещи своими именами. Ну и, конечно, дорогие мои, сегодня появилась информация. Накопал соседний паблик, но, а мы читаем. Значит, про то, как эту самую икоту в гости позвал Стивен Тайлер из Iris Me. Смотрим на скрин. Это ежегодное благотворительное мероприятие. Будет проводиться аукцион в пользу фонда Джейнс Фон. Вход на мероприятие платный. Стыд! Такой стыд уже красный. В любом кассирсе сервисе в Лос-Анджелесе можно купить билеты, которые включают в себя красную дорожку, коктейль, парти, просмотр Грэмми за столом, закусонными, а потом дискотека. Рита с Федором своим опять пишет ерунду. Или, может, она побоялась встретиться на Грэмми с Джаредом Лето, чтобы Федор не ревновал, значит, да? Короче, очередной выпад в стиле казаться, а не быть. Я напомню, не так давно она заявила, что ее аж обожает в Инстаграме. Джаред Лето. Джаред Лето один лайк ей поставил, что-то какую-то гоню кинул на ее сториз и все. Меня любит, меня обожает Джаред Лето. Дальше появилась дополнительная информация. Вот вам скрин из билета на Грэмми 24, 4 февраля. То есть сначала она выбрала из двух платных мероприятий у Стивена Тайлера, значит. Ход на Грэмми. В наличии набор по 4 билета, 2 на шоу, 2 на автопати. Инсайдеры обещают сюрприз, большого хедлайнера, перформера, да и в целом будет много мировых селебрити в одном зале. Не упустите момент прикасаться к историческому событию. Еще вас ждет суперполезный нетворкинг на автопати. Супер необходимо, если вы строите карьеру в США. Рита Дакота сидит в Лос-Анджелесе сейчас и говорит, что она на разрыв. Ее приглашают все красные дорожки. Если не красная дорожка, то она выбирает, конечно, Стивена Тайлера и Айра Смита. И там она с ним вместе будет лично тереться локоточками. Такой же платный банкет, куда ты платишь деньги. Деньги потом идут в определенный фонд. Все, на этом вся тема закончена. Но вот сколько можно врать? Вы понимаете, ребята, в наше время настолько все проверяется на раз-два. Любой какой-то элементарный гугл-запрос билеты на Грэмми 24-го года выдаст вам билеты на Грэмми и консервисы, которые это все продают и устраивают. Ребята, ну сколько можно врать? Вот как человек сидит и искренне верит, что она собирает стадионы, что вся Америка замерла от ее присутствия. Конечно, Стивен Тайлер лично пригласил Риту Дакотта и ее Федора Киридов-Петербурга на эту самую вечеринку, где она будет с ним вместе сидеть. Врут. Ребята, врут. Нет, я отлично понимаю, визуализирую. Я верю в это. Визуализирую, представляю себе, делаю мудборды. Возможно, для кого-то это и работает. Лично я верю в тяжелый труд, который в какой-то момент, наверное, начнет тебе давать что-то обратное. Если ты в чем-то талантлив, если ты в чем-то действительно преуспел. Но сколько можно врать? Сколько можно врать своей аудитории? Ничего более нелепого, чем Рита Дакота и ее мужик Кипяток Петия, который серьезно сидел, по крайней мере, и сидел на запрещенке, и я не видел уже давно. Интересно, по сути, ваше мнение. Давайте пообщаемся в комментариях. Кстати, после моего позавчерашнего, что ли, видео, я говорю про это видео, по этой ссылке, можете пройти посмотреть, мы говорили про Павла Волю. И я сказал, что он, значит, сидит на... Сидел, по крайней мере. Ну, нет, он сидит на запрещенке. Люди пишут, не может такого быть. Понимаете, интересный здесь феномен, когда сплетники, они искренне верят в свою любимую звезду, верят, что эта звезда ни в коем случае не может сидеть на запрещенке, ни в коем случае не может изменять. То есть он для них, в какой-то степени, просто безупречные люди. И мне очень многие усомневались, что Павел Воля вообще на чем-то сидит, и что у него прозвище в Москве Снежок. Привет, пару слов про Павла Волю, пишет мне Пташка. Пташки, это вы, дорогие мои сплетники и сплетницы, которые пишете в директ моего Инстаграма или Телеграма. Вы остаетесь анонимными, мы всегда с огромным удовольствием это здесь. Все обсуждаем. Работала в известной московской гостинице примерно 17-18 год. Ну, не так давно, да? К нам заехал Воля и Лейсан. Заказали еду в номер. Через какое-то время официант пришел забрать стол из номера. Проходит час, звонок от Воли. Требует вернуться тому официанту, который забрал у них стол. Официант поднимается, ему деликатно объясняют, что стол нужно вернуть. Оказывается, на этом столе был сверток с... Читайте по губам. Ка... Официант идет и ищет стол, но его к тому времени уже очисли от еды и тарелок. Официанту пришлось лазить по всем помойкам с едой, куда могли выбросить сверток. По-моему, сверток так и найден не был. И да, добавляет Пташка, Лейсан оказался очень стервозной теткой. Хоть и довольно дружелюбной, но нам она ничего не сказала, скандалов не было. Направо-налево, повально, увлечение запрещенкой. И если мы здесь говорим про Лейсан и Волю, которые сидели в одном номере, видимо, оба это все принимали. Ну, правда, худые оба, худые, оба стройные, оба в достаточно такой агрессивной, нормальной такой физической, ментальной форме. Я отлично все знаю, что это все чистая правда. Но вот имеем сейчас то, что имеем, да? Немножечко такой штришок к портрету Павла Воли. Интересно, правда? Кто еще что знает, пишите мне. Очень мне интересна любая ваша информация. С огромным удовольствием здесь все это пообсуждаем. Кстати, кто хочет узнать, что за восхитительный мини-ми, что за восхитительный такой шикарная кукла. Копия меня. Весь в Гучи. Весь в Гучи, девки. Я все объясню, что это такое. Это у нас малый бизнес. Кто не знает, что такое малый бизнес? Это вы, сплетники, которые присылаете мне то, что вы производите, то, что вы продаете. И мы с огромным удовольствием абсолютно бесплатно здесь все это показываем и рассказываем. У кого есть свой малый бизнес, пишите ему ассистенту Екатерине. Она обязательно все устроит. И вы получите вот эту вот огласку на нашу огромную аудиторию. И дай бог кому-то дадим пиночек. О чем эта кукла? Ребята, есть такие куклы, которые называются Блайз. Я лично их собираю. Вот, например, одна из, которая у меня не распакована. И вот кукла, такая же кукла, которая выглядит уже, как выглядит она, распакованная. И вот есть такие восхитительные люди, ну, настоящие кукольные мастера, которые берут Блайз. Блайз, они очень фотогеничные куклы. И вот они делают кастомные куклы Блайз. И вот один из них. Точная кофе меня, конечно, весь в Гучи. Конечно, с очками, конечно, с бородкой, конечно, с небесно-голубыми глазками. Боженька ты мой, вы только посмотрите, какая красота. Ну, красота же, ребят. Это у нас наша восхитительная сплетница, дорогие мои. Которую зовут Сенникова Елена. Кукла Мини Антон. Подставка, аксессуары, дополнительные ручки, две пары очков и открытка. На открытке она пишет. Дорогому Антоше, для моего дня ради. Не держи, мне было давно, но только сейчас пришла кукла. Прими этот эксклюзивный подарок от самой верной подписчицы. Самому обалденному блогеру. Самый обалденный подарок. Твоя мастерица Елена. Девочка моя, радость моя. Вы только посмотрите, как эта кукла она делала. Ты огромный талант, ты неимоверно талантливый человек. Я обязательно оставлю все ссылки на ее группу кукол, на ее инстаграм, где вы можете заказать куклу, я не знаю, похожую на себя или просто кастомную какую-то куклу. Восхитительный подарок. Это просто роскошь, ребят. Вы только посмотрите, какая это красота. Спасибо, милая моя. Это просто прямо в сердечко. Это будет на самом видном месте в моей коллекции кукол. Это восхитительный, ребят. Кто хочет на восхитительную кастомную куклу, поддержите нашу сплетницу. Восхитительного. Ну, правда, у меня слово восхитительное не выходит из моих уст, потому что она действительно восхитительная. Шикарная кукла, шикарный подарок. Поддержим нашу сплетницу, заказывайте у нее кукол. И, надеюсь, тоже будете получать море эмоций, как получил эти эмоции я обожаю. Пишут нам Пташки. Нам очень много сегодня Пташки написали информации абсолютно различные. Мы говорили про Митю Фомина и его скандал с Роговым. Вы знаете, интересно, что каждый раз, когда мы на этом канале... Прежде чем не забыл, дорогие мои, сейчас про Фомина поговорим. У меня сегодня утром вышло гадание на Елену Блиновскую. Наше второе гадание, милые мои. По этой ссылочке можете пройти и посмотреть. Дорогие мои, еще 10 месяцев назад мы с мамой гадали на Елену Блиновскую. Моя мама тогда сказала следующее. Десятка мечей. Ей стоит опасаться десятка мечей. Ей стоит опасаться тюрьмы в итоге. Когда это вышла карта без кубков, это тюрьма. Что опасаться? 10 лет тюрьмы, лапасаться ей. Ну да. Тюрьма и десятка ей намечается. Ну, а это стоит ей опасаться. Моя мама сказала тогда, что Лена Блиновская смотрит на реальное заключение. И, возможно, 10 лет. И сегодня посмотрите гадание на Лену Блиновскую. Неимоверно горячее, неимоверно интересное, неимоверно уместное. Именно сейчас это самое гадание. Поэтому сегодня утром у меня вышло гадание. А вчера у меня вышел мой влогик. Кто пропустил по этой ссылочке, можете пройти. В сайте у меня есть четвертый ютуб канал, где влоги выходят о моей жизни каждую пятницу. Вчера вышло размышление о периодическом голодании. Очень все было интересно. Огромное благодарность за любовь и подписки на моем четвертом влоговом канале. Там тоже очень интересно. Антон, привет, пишет мне Пташка. Смотрел твой выпуск с Фоминым. Ничего личного против Фомина не имею. Но просто этот скандал с Роговым попытка напомнить о себе. Я работал на одном ТВ-канале. И на дне рождения канала пригласили Нана, Дубцову и Фомина. Так вот, если Дубцовы дали денег, то Фомину денег не дали. А предложили выбрать разным товаром. И он согласился. Закончено все тем, что часть товара не смогли найти на складе. Ему там отправили какие-то самые дешевые наушники за Коспо Дэрфос. И он еще несколько раз звонил директору. Мол, ну где остальные вещи? Короче, ничего ему толку не дали. Вот тебе и звездный Митя Фомин. И я тоже понимаю. Работал, кувыркался, кремлялся, пел песни, прибаутки. Ну хоть, блин, подделку ирпаться, то мужику можно было выдать. Не могу сказать, что Фомин вел себя очень прилично, в отличие от Дубцовой. Так себе, конечно, барышня. Я даже не стал с ней сфографироваться для корпоративного отчета. Тротивно было. Пишет Ташка. Дальше интересно. Интересный случай был с Дубцовой, дорогие мои. В ее любимом ресторане Айс на Патриках мы пили вино вечером. Она сидела на веранде. Освещение было приглушенное. Пришла она без своего макияжа. Ее не узнал официант. В конце ей принесли счет. Она устроила разборки. Не могу этот цирк. Мол, вы что, не знаете, кто я? У меня здесь скидка. Почему мне не пробили скидку? Вы знаете, кто я? А я вижу по лицу официанта, что он понятия не имеет, кто это. Мы ржали, как кони с этой ситуацией. Конечно, скидку ей сделали. Но мне так стыдно было. Вроде она устроила скандал, а стыдно было мне. Одним словом, баба Нюра из трамвая. Так, пожалуйста, аноним. Конечно, анонимно, милый мой. Я всегда удивляюсь вот той вот проекции. О чем мы сегодня? О чем наш сегодняшний выпуск? Мы говорим про Волю Павла Волю, которая восхитительный семьянин. У них, кажется, двое детей мне сказали. Которая вроде как чист, как стеклышко. Но это неправда. Недаром у Павла Воли имя снежок. Дубцова талантливая исполнительница. Не спорю, талантливая исполнительница. Но когда талантливый исполнитель, который зарабатывает серьезные... Ну, не узнал тебя. Ну, не узнал. Ты зарабатываешь серьезные деньги. Ты можешь себе оплатить ресторан Айс на Патриках без всякой скидки. Стоит, унижай. Но это уже унижение. Это называется унижение себя любимой. Но не узнал тебя, блин, официант. Вы что, не знаете, кто я? У меня здесь записана скидка. Дайте мне скидку. Вы серьезно? Дубцова. Вила, да? Вы вообще в своем уме? Нет, я понимаю, копеечка рубль пережет. Но вы вообще как? Лицо не прочь потерять, я так понимаю, правда? Вы не прочь потерять лицо и публично вот такой вот устраивать сыр? Такое, знаете, милый мэм. Штришки к портрету. Штришки к портрету замечательных певцов и певиц. Вообще шоу-бизнесом. Позорище. Это все позорище, милый мэм. А вы знаете что, ребят? Восхитительное оно. Нет, новость, она может не восхитительная, но новость, она та, которая и есть. Высшего тестя Николая Баскова. Он был бы продюсером. И он тогда сказал, что... Борис Шпигель, конечно. Он был, Басков, женат на его дочери. И он тогда после их развода, он сказал, что Басков это самый закомплексованный представитель ЛГБТ в российском шоу-бизнесе, который когда-либо видел. Я помню это интервью, я помню эти слова. Все упорно игнорировали те самые слова. Его посадили на 11 лет. Продюсера Бориса Шпигеля приговорили к 11 годам колонии строгого режима за взятки. По версии следствия, бизнесмен давал многомиллионные взятки бывшему главе Пензенской области Ивану Белозерцеву. Он, к слову, тоже получил 12 лет. Колонии строгача, реального строгача. Также мужчины теперь должны заплатить штраф в размере 450 миллионов рублей. Вон оно как, да? По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Иван Белозерцев получил от Бориса Шпигеля, от бывшего зятька и тесть, наверное, да, Баскова и его продюсера, значит, от Шпигеля и его супруги, директора ОАО «Формация» Антона Колоскова, значит, взятки через посредника в виде денег и иных ценностей на сумму, превышающую 31 миллион рублей. Взятки передавались за представление группы компании «Биотек». Это один из крупнейших поставщиков лекарств в России. Конкурентных преимуществ при заключении заказов и контрактов, связанных с оказанием услуг по приемке, контролю качества и сроков годности хранения, отпуску и доставке лекарственных препаратов. Изделия медицинского назначения, реактивы, закупаем за счет бюджетных средств для нужд учреждения здравоохранения Пензенской области. Ах, вон оно как, да? Я так понимаю, сейчас настало то время, но правда. Понимаете, интересный момент здесь про Блиновскую. Если мы начали говорить про Блиновскую, упомянули Блиновскую. Мне писали сплетницы у меня в моем комментарии. Если я, пишет обыкновенная сплетница из России, на два месяца сдержу оплату налогов, меня замучают напоминаниями налоговая. Это правда. Блиновская годами не платила и сейчас на данный момент аккумулировалось около полутора миллиардов налогов неоплаченных. И сплетница в моих комментариях спрашивает легитимный такой вопрос. Вообще люди, которые работают в налоговой, которые упорно, в упор просто не видели, не замечали бешеных, гигантских, немыслимых налогов Лены Блиновской, неоплаченных. А к ним вообще будут какие-то взыскания, какие-то будут вообще лететь в головы, там штрафы, посадки? Ну не, ну как вы? Обыкновенная работяга работает, пропустила месяц оплаты налогов. Вы ее замучаете, напоминая, здесь полтора миллиарда в упор не видели. Серьезно, ребят. А кто-то из налоговиков вообще ответит за свои закрытые глазки в сторону Лены Блиновской. Ну и конечно взятки. Если я сейчас буду говорить, ух господи, взяточника посадили, уникальная и классическая ситуация в России, я вам совру просто в лицо. В России берут взятки все. Это национальный спор от обыкновенного ГБДДшника до господина, поставляющего государству медикаменты. Берут все. Это национальный спор, и я не говорю, что это типичная русская тема. В Италии повальная эта тема, но там тоже с этим борются. Коррупция, она страшная. Но сейчас пошло то время, когда будут людей сажать, будут их раздевать, раздувать полностью, потому что нужны деньги, нужно поднимать бюджет. Денег нет. Ну не, ну правда там гигантский вот этот дефицит. Чего там? Нефть упала, закупок газа вообще не существует сейчас. Или там какое-то там, я не знаю, там, ну, то есть вы понимаете, тех бюджетов, которые были, их нет. А воевать на что-то надо. И вот сейчас начну, как мы наше вчерашнее видео говорили. Будут отбирать квартиры. Не умеете учить за квартиры? Вас переседут в арендованное жилье, а квартиру заберут. Вы, инагент, у вас конфискует квартиру. Сейчас будут собирать деньги. И так повысили налоги. Налоги повышаются в России, это правда. И сейчас будут отбирать квартиры, сейчас будут сажать. Если раньше можно было брать и давать гигантские какие-то на лапу, то сейчас вас будут полностью разувать, потому что нужны деньги. И плевать, если вы там серьезный дядя, занимающий главный пост в компании Биаталь. Это гигантская компания. Это миллионные, миллиардные вообще обороты. Очень интересная ситуация идет, дорогие мои. Поп же отказал, этот, как его, гундяев. Он попросил запретить день Святого Валентина. Это его были официальные призы. Цитата. Этот импортированный с Запада праздник пропагандирует свободную любовь. В результате свободной любви рождаются дети. Он пропагандирует свободную любовь. Праздник Святого Валентина. На какой момент праздник Святого Валентина стал пропагандировать свободную любовь? Исторически, в принципе, легенда. Как это? На какой момент Святой Валентин людей благословлял на свободную любовь? Этот импортированный Запада праздник пропагандирует свободную любовь. В результате свободной любви рождаются дети, которые потом оказываются никому не нужны. Воспитывать детей, которые в будущем не поведутся на подобные праздники, нужно при помощи семьи видения. И да, необходимо оградить детей от идеологически невыверенных мультиков. Попразднования хватит, милые мои. Больше всего, конечно, пострадает эскорт. Это какой-то, да? Минус один праздник и минус один подарок. Безумие. Мне интересно, кто из вас празднует День Святого Валентина? Прислушиваетесь ли вы к Пресвятому Отцу Гундяеву и решите, что да, праздник Святого Валентина пропагандирует любовь? Кстати, к слову сказать, как писала моя сплетница у меня в телеграм-канале. Ничего, что святые Петр и Феврония, в честь которых и соорудили, собственно, День Семьи, Любви и Верности в Российской Федерации, вообще были child-free. Они были бездетны. Это тоже чисто, это историческая правда. Но если сейчас начинаем уже вникать, что там кто пропагандировал. История этого праздника, мы говорим про День Святого Валентина. Как раз про любовь и верность, милые мои. Это чистая правда. Причем здесь свободная любовь? Где свободная любовь? Когда День Святого Валентина пропагандировал свободную любовь? Я не понимаю вот эти моменты извращения фактов. Вот есть белое, мы будем упорно называть это черным. И ничего вы с этим не делаете. И поп сказал, прикроем вам День Святого Валентина. А что случится, если вы будете праздновать День Святого Валентина? Какое, милые мои. Интересно послушать ваше мнение. Давайте пообщаемся в комментариях. Ну и конечно, без этого никак. У нас получилось. Путин же, он все не успокоится, милые мои. Здесь у нас тема. Если два человека производят только одного, то количество населения уменьшается. Так заявил диктатор России Путин. Даже если двух родите, то остается на горизонтальной планке. А для того, чтобы обеспечить рост народонаселения, нужно минимум три ребенка. А чтобы произошло так, как вот, чтобы три ребенка было, семья должна рождаться пораньше. Тема с ранорождением, если так можно выразиться, она муссируется уже очень давно. Наверное, уже год. Выходят медики, да. Выходят тетки, которые также с медицинским образованием, которые говорят, прежде чем определиться с карьерой. Мы вот в этом видео это говорили еще полгода назад. По этой ссылке можете пройти посмотреть. Причем определиться с карьерой, пытаться учиться, устроить себе какую-то жизнь помимо семейной. Вы должны родить. А потом, когда уже вот родили троих, заявил мне чиновник с медицинским образованием. Вот тогда вы, милые мои, это официальные заявления. Это не слухи, это вот эти не сплетни. Это официальные заявления. Вы должны сначала родить лучше троих. И начинать рожать нужно с 18 лет, чтобы успеть родить троих. Вместо того, чтобы сделать страну безопасной, вместо того, чтобы сделать страну привлекательной для жизни, вместо того, чтобы не отправлять генофонд, лучший генофонд России, на войну и терять там этих парней молодых. Здесь он сидит и вы должны троих. Никто, Путин, никто никому ничего не должен. Женское тело, это женское дело. И никто не имеет права лезть в трусы и постели граждан со своей страны. Никто не имеет права. Я не знаю, скоро будет, наверное, штраф, как в Китае был штраф за рождение второго. Ну, до какой-тости, да, потом отменили этот закон, да. Сейчас что у нас получится? Штраф, если троих не наваляете по лавкам. Класс. Гризельда. Гризельда Бланко. Вчера я начал смотреть на Нетфликсе сериал Гризельда Бланко. Гризельда просто называется. Там у нас в главных ролях... Кто бы думал, милые мои, кто бы вообще предполагал, что София Вергара красивейшая женщина. Великолепный комик, она очень смешная. Она может просто говорить что-то, и это уже будет смешно. Она вот комедийный, вот это вот ядро в ней, она великолепна. София Вергара, роскошнейшая женщина. Я говорю мне мурашки, ребят. Гризельда. Это про известную женщину, про которую Пабло Эскобар сказал следующее. Самый страшный мужчина на этой земле, это Гризельда Бланко. Единственного мужика, которого я боюсь на этой земле, это Гризельда Бланко. Так сказал страшный Пабло Эскобар. Это легенда, конечно, в транспортировке запрещенки. Легендарная личность. И Netflix. Ох, как они красивые это все делали. Вчера уже глаза закрывались, сразу засыпал. Я не мог оторваться. Три серии, я осил две с половиной. Это что-то восхитительное. Моя рекомендация, Гризельда называется фильм, про легендарную личность в мире транспортировки запрещенки. Ну, конечно, там серьезная преступница, легендарная. Это из серии Сонька Золотая, ручка, которая вошла в легенды. Она вошла в легенды. Восхитительный фильм из Софии Вергара. Умничка ты моя, ну красавица ты моя, никогда тебя не видел. Это как, помните, как же его звали, который в Москве играл Джим Керри? Когда он сыграл в драматической роли, все были в шоке. Никто не ожидал от Джима Керри великолепной актерской игры в драматическом фильме. Кривляющийся Джим Керри, свой чувак, который снимается только, ну, клоун. Добрый, веселый клоун. Никто не ожидал от него, я никогда не ожидал. От восхитительной красавицы колумбийки Софии Вергары. Может, она из Венесуала, я не знаю. Такого перформанса. Детка ты моя, малышка. Оскара несите. Девки, я вам рекомендую. Посмотрите. Вдвоем рекомендую. Интересно, как вообще, что смотрит. Тоже начал Гризель, но как оно вам залетело чини? Давайте пообщаемся в комментариях. Ну и, конечно, милые мои дамы и господи сплетники. Огромное благодарное всем, кто шлет нам донаты. Спасибо за поддержку. Если вы живете в свободном мире, в Европе или Америке, и у вас проигрывается реклама от Ютуба, ну, дайте проиграться полностью пару роликов. Это очень поможет нашему комьюниту, поможет нам производить видео в этом канале каждый божий день. Если вы даете донат через суперспасибо, гигантское вам спасибо, это Валька сердечко под видео. Но если хотите получить лично от меня мини-видео, специально для вас записанное открыточка, поздравить вас с днем рождения. Лично я запишу для вас эксклюзивно. Рождение первенца, поездка куда-то, просто привет от Антона С. Вы можете кинуть донат через буси, чуть более щедрые донаты, и за это вы всегда получите видео. Открытку специально для вас записанное. Спасибо вам за поддержку, и, конечно, спасибо всем за поддержку, милые мои, приютов для бездомных животных. Спасибо, дорогие мои, что поддержите приюты. Спасибо, милые мои, что не опускаете руки и не проходите мимо страданий братьев наших, меньших бездомных кошек и собак. Спасибо, что остаетесь людьми. И спасибо, что доказываете всему миру каждый божий день, что мы сплетники. Умерем не только сплетничать, но и любить. Спасибо всем за внимание. Поставьте лайк. Поддержите нашу сплетницу. Шикарная кукла, милая моя, угодила. Спасибо, что провели 25 минут вообще не с папочкой сплетников. Я вас обожаю, летники. Сделайте эту красненькую кнопочку серенькой. Поставьте лайк. Это буквально секунда вашего времени. Это очень поможет нашему комьюнити. И, конечно, увидимся завтра. Всем пока. Я вообще фокусе чини. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...